Библейские мотивы в произведениях Сальвадора Дали были всегда. Именно поэтому в 1963 году художник с радостью принимает предложение от своего друга Джузеппо Альбаретто проиллюстрировать новые издания Библии. Для реализации задуманного художнику потребовалось провести тщательный анализ текста Священного Писания, погрузиться не только в повествование, но и скрытый смысл Великой Книги. Так уже в 1964 году появилось 105 работ, выполненных в смешанных техниках, сочетающих в себе акварель, гуашь, тушь, пастель и карандаш. Последующие три года работы были переведены в литографии. Так появился самый масштабный в творчестве Сальвадора Дали графический проект, часть которого сегодня представлена в Брестском областном краеведческом музее. Экспозицию в Бресте представлены 54 работы, выполненные в технике литографии, потому что первоначальные работы были выполнены на Дали, оригинальные. Они были сделаны в смешанной технике, это гуашь, акварель, создавление туши. Потом в 1967-1969 году при самим Дали они были приведены в литографию, это прижизненное издание Дали. Его неординарное видение, которое при жизни стало брендом и невероятно интересный взгляд на предмет, думаю, вызывает неподдельный интерес у жителей и гостей нашего музея. Каждая деталь, каждая линия и цвет создают удивительную атмосферу таинственности и великолепия, которая заставляет нас задуматься и погрузиться в мир духовной глубины и красоты. Работы, представленные на выставке, привлекают внимание не только к живописи, но и к прочтению священного писания, что особенно значимо для молодежи, которая ставит перед собой вопросы о смысле жизни, ценностях и вере. Творчество Дали помогает им увидеть библейские сюжеты совершенно по-новому, через призму сюрреалистического восприятия и глубокой символики, что способствует развитию творческого мышления и позволяет молодым людям ощутить величие и многогранность мира. Мне очень понравилось. Мы решили прийти, потому что крепость. Посмотреть, в принципе, город приехали. Очень хорошо выполнено. И мысль сразу попадается в глаза и передается. Сразу понятно, что хотели сказать этим. Ну, очень видно профессионализм человека. Выставка действительно уникальна, поскольку ни одна из представленных работ не находится в собраниях российских музеев. Продлится она до 11 августа и посетить ее может абсолютно каждый желающий. Со вторника по воскресенье с 10 утра и до 6 вечера. Анастасия Панасюк, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста. Накисицы наших сюжетов.